Уважаемые друзья, коллеги, подписчики, меня зовут Вячеслав Крюков, это фирма оптозапчасти. Я очень давно готовился к данному видео, знаю, что вы смотрите мои видео, и это новое видео, оно обязательно вас заинтересует. Мы будем говорить про головки блока цилиндров для двигателей ВП-13. Вы знаете, что на самосвалах Шакман и на тягачах Шакман могут стоять двигатели ВП-13, и эти двигатели на самом деле отличаются. Дело даже не только в топливной форсунке, в частности, но и разный поршень, разные клапана вкусные-выпускные и седла вкусные-выпускные в головках. И вот сейчас вот акценты я как раз буду делать на головках. Мы подробно рассмотрим головки, какие варианты встречаются на рынке. Вот таким образом она у нас выглядит, эта головка. Посмотрите, пожалуйста, визуально, кто не видел. Это просто один из вариантов комплектации, который вы можете найти на рынке. Здесь у нас по тому, что мы видим, это головка в сборе, с клапанами, с пружинами, с тарелками на них. Но бывает вариант в сборе и побольше. Итак, сегодня вот таким образом у нас выглядит рабочий стол. Я с удовольствием представляю новое видео по головке блока цилиндров ВП-13. Еще раз напоминаю, что у нас разные двигатели на самосвалах и тягачах. И я еще раз обращаю внимание именно на поршни. Вот этот поршень с тягача, с такой камерой сгорания, и вот этот поршень с самосвала, с двигателем ВП-13. То есть двигатель-то одинаковый, а в итоге запчасти разные. Кроме этого, разными будут в головках блока цилиндров, разными будут седла, вкусные-выпусные, и клапаны. Я их отдельно выставил, это то, что разное. Здесь в этом пайлике, в табличке, который под видео вы найдете в комментарии, будут запчасти, которые у вас не совпадают. Это головки сами, у них разный каталожий номер в сборе, голая головка, и клапаны, вкусные-выпусные, и седла, вкусные-выпусные. И дальше список идет запчастей, те запчасти, которые совпадают, которые одинаковые для головки на самосвале и на тягаче. Также здесь в файлике будут прокладки какие там идут, ГБЦ, клапаны, крышки. Два вида, которые идут в выпускного-впускного коллектора и болты. Болты ГБЦ, болты крышки-клапанов, выпускного коллектора, впускного коллектора. Это так, на всякий случай, чтобы у вас была максимально полная информация по головке. Все, что нужно, когда потребуется ремонт ГБЦ, либо потребуется заменить какую-то одну запчасть с головки, вы всегда будете знать, где эту информацию искать. Итак, я сейчас буду делать акцент на какие-то моменты, которые требуют вашего внимания. Смотрите, у нас на этом двигателе стоит две прокладки клапанной крышки. Вот эта идет основная, их там 6 штук стоит. И вот эти идут две штуки добавочные прокладки, которые меняются на втором и пятом цилиндре. Под вот эти крышки идут вот эти прокладки зеленые с герметиком. То есть вы должны понимать, что когда вы покупаете именно прокладки клапанных крышек, вы их покупаете 6 таких и 2 таких. По прокладке ГБЦ на рынке вы можете найти различные варианты под разными номерами. Здесь конкретно в данном варианте для тягачей и самосвалов идет прокладка под вот этим номером. Вот здесь в файлике она есть. Но могут быть и другие номера у прокладок ВП-13. Вы, в принципе, можете покупать их тоже. Это просто немножко разное исполнение. Но все вот эти рабочие отверстия, они все те же самые. То есть вы можете купить прокладку под любым номером для ВП-13, прокладку ГБЦ. Главное обращать внимание, что бывают варианты подделки, бывают варианты OEM, вот как здесь в данном случае Янтай Шичуань завод. И вот здесь их логотип Янтай Шичуань – это именно OEM вариант. И вариант дистрибьютора – это где код завода наносится. Вот как в данном случае здесь QR-код есть и код завода 1517. Это, например, Янтай Шичуань прокладка именно вариант для дистрибьютора от дистрибьютора. То есть вот это вариант, сделанный заводом Янтайши Чуань, но для дистрибьютора ВИЧАИ. И уже ВИЧАИ вам как бы продает эту прокладку. Видите, другое исполнение, по-другому она немножечко выглядит, но смысл тот же самый. Вы можете найти на рынке разные варианты и можете использовать любой. Главное, чтобы это был оригинал, либо дистрибьюторский оригинал, либо УЕМ оригинал. Дальше прокладка выпускного коллектора. Вот так она выглядит на данных движках выпускного коллектора. И вот у меня здесь отдельно именно по болтам, шпилькам пайлик сделан. Посмотрите, пожалуйста, шпилька ГБЦ, направляющая под шпильку. Вот здесь два варианта болта ГБЦ. То есть на рынке бывает вот такой болт ГБЦ на тягачах, в частности. В каталоге мы смотрим, вот этот номер идет. Здесь все вынесено, посмотрите, обращаю внимание. Вот на тягаче, вот на самосвале эти номера выписаны. У них немножечко разное исполнение. Вы будете находить болты ГБЦ, возможно, и под другим номером. По сути, это все можно поставить. Разницы особо нету. Где-то есть вот такие проточки, где-то их нету. По сути, вот это отверстие, куда вставляется потом вот этот болт, неважно, с проточкой, без, он в любом случае здесь будет болтаться. И можно вставить любой болт, который вы найдете на рынке. Не важно, на самом деле, под конкретным номером ставить именно болт ГБЦ. Они могут быть под разными номерами, но они все туда подойдут. Вот это самое главное. Дальше болт клапанной крышки, вот такой, и шпилька, и болт впускного коллектора. Я заранее все выложил, чтобы вы просто могли посмотреть, как они выглядят. Потом, когда понадобятся какие-то болты, шпильки, вы уже будете знать, в каком файлике, где это все можно найти. Ну, в принципе, здесь я выложил штуцер форсунки, шайбу форсунки, форсунку саму выложил. Форсунки, само собой, разные на самосвалах, тягачах. Вот эти запчасти совпадают полностью, штуцеры, форсунки и шайба. То есть, в принципе, по этим запчастям мы не будем сильно акцентироваться. Я хочу, единственное, показать еще момент. Многие не знают. Вот здесь, например, я выложил болты ГБЦ, да, два вида. Но еще бывает, на болтах ГБЦ наносятся цифры. То есть, вы можете увидеть 10,9 цифры и можете увидеть 12,9. Эта цифра означает момент затяжки. То есть, вы обязательно должны затягивать, соответственно, той цифре, которую видите на шляпке, вот здесь на болте. И болты шатунов, посмотрите, я тоже выложил два варианта. Просто это не имеет отношения к ГБЦ, но тоже важно. Посмотрите, здесь тоже на одном болте информация 10,9, да. Вот там видно 10,9 и 12,9. То есть, разный момент затяжки. Хотя болт шатуна визуально все одинаковый. Но затягивать вы будете его по-разному. Вот эти ключевые запчасти. Обязательно обращайте внимание на болты и на момент затяжки. Когда будете собирать двигатель, после того, как разобрали. Потому что это очень важно. Именно выполнять момент затяжки таким образом, как это требуется, в принципе, делать. Дальше, какие еще моменты вам показать? Ну, головки блока цилиндров, они на рынке бывают по-разному в сборе. То есть, бывает прям голая. По факту, вот у дилеровой части вы начнете покупать головку, он вам предложит головку типа в сборе. Но на самом деле у него это просто голая головка с запрессованными седлами, заглушками, да. Вот здесь направляющий штанг, толкатель, стакан, форсунки, колечки вот под все это. Вот это у них типа в сборе называется. На самом деле в сборе это когда вот с клапанами, с пружинами, с тарелками клапанов. Вот это в сборе. Но бывает вариант более комплектный. Вот как здесь я выложил. То есть, здесь уже и мостики клапанов, и трубки, и коромысло впускное-выпускное, и ось коромысел, и клапан, который управляет работой клапанов. То есть, в принципе, вот эта максимальная комплектация, которую можно найти на рынке. Конечно, здесь больше запчастей входит в эту комплектацию, и, конечно, выгоднее купить вариант в сборе. И, в конечном счете, механику меньше потом собирать. Либо вот этот вариант купить, да, как бы неплохой вариант, он в принципе в сборе, но сюда, чтобы еще накинуть запчасти, это еще вот сколько нужно здесь всего разместить, можно все это купить в сборе. И, в принципе, цена, как правило, вот у этого варианта, она не намного дороже, чем, например, у варианта в данном случае. И, тем более, не намного дороже, чем вот вариант голую вы покупаете, ну, покупаете где-то головку. Поэтому я рекомендую сначала у поставщика уточнить, какие варианты именно в сборе есть у поставщика. А потом, если уже нет какого-то варианта в сборе, тогда уже смотреть на голую головку у дилера в ИЧА. Но дилеры всегда продают головку голую. Если вам нужна голая, то берите в оригинале. Если вы все-таки ищите вариант в сборе, то это будет ОЕМ-головка, как правило, не в оригинальной упаковке дистрибьютора. И вы должны просто это понимать, что вы будете покупать вот такую головку, уже не оригинальную. Но, в принципе, оригинальность запчастей вы можете проверить визуально по обозначениям на каких-то запчастях. Например, на тарелках будут выбиты обозначения. Вот здесь на коромысле будут обозначения, выбиты с кодом завода. Здесь на клапане, на актуаторе будут обозначения. Если они есть, значит, можно сказать, что все оригинальное. Если тут ни одного обозначения нет на этих запчастях, значит, какая-то подкидная головка. Вот просто на это обращайте внимание. В принципе, я не хочу перегружать данное видео какой-то дополнительной информацией. В любом случае, вы все можете скачать, посмотреть. Потом, после того, как посмотрели видео, вы можете файлик скачать и посмотреть все каталожные номера всех запчастей, которые здесь на данном видео присутствуют. Я очень рад, что вам нравится смотреть мои видео, что вы интересуетесь данной темой. Подписывайтесь на мой канал, и я и дальше буду снимать для вас полезные и интересные видео. С уважением, ваш Вячеслав Крюков.